Эти траншеи вдоль дорог выкопали, чтобы отвезти из станицы воду. Прошлой осенью, когда Ногейский район обрушилась стихия, решения принимались экстренно и все это понимали. Но канавы так и остались не зарытыми, а поврежденный водопровод жители вынуждены были ремонтировать сами, после того, как всю зиму продержались без воды. Наши соседи, мужчины помоложе, они сами взяли, все это выкопали, новые муфты купили, кусок трубы купили и сами это все сделали. Администрация вам спасибо сказала? Ну, они посчитали, что они приняли в этом участие. Сейчас проблема воды в Должанской стоит очень остро. В курортной станице летом население увеличивается и себестоимость обычного компота из местных фруктов, рассказывает Ольга Дружинина, вырастает в несколько раз, потому что воду нужно либо покупать в магазине, либо привозить. Ездим на водозабор, сейчас в 6.30 утра, нужно занять очередь. Дают по 50 литров в одни руки. Сейчас в Должанской монтируют оборудование для очистки воды стоимостью 300 тысяч рублей и производительностью до 200 литров в час. Но хватит ли этой чистой воды на всех и дойдет ли она до каждого потребителя, неизвестно. Туристы, которые не первый раз отдыхают на Кассе Долгой, на воду уже не жалуются, привыкли за несколько лет. А вот дороги, говорит москвич Игорь Попов, в этом году просто катастрофические. Нормально проехать здесь невозможно. Жители поселка Большелукского, это в 10 километрах от Ейска, никак не могут добиться от администрации удобного автобусного расписания. Здесь нет ни садика, ни школы. Дети ездят в соседний поселок за несколько километров. Малышей в школьный автобус не пускают. Родителям приходится нанимать такси, чтобы отправить ребенка в детский сад. В месяц это выходит почти 5000 рублей. Вот у меня ребенку год и 11 месяцев. Я не могу его возить в садик, потому что мне еще на работу надо. Ребенок у меня сейчас перешел в пятый класс. Тоже проблема. Уроки у нас начинаются полдевятого. Автобус у нас 7 утра. Дети без присмотра около школы ходят полтора часа. Для детворы, жалуются молодые мамы, нет никаких занятий. Еле-еле выпросили старенькие качели для площадки. Сами установили и покрасили. Но детям пары качелей и турника, конечно, мало. Для детей хотелось бы что-то вот такое вот, чтобы они занимались, а не бегали там то по защиткам, то еще куда-нибудь. Вот, чтобы можно было такое вот, чтобы потанцевали там где-нибудь или спортом занимались. Да, или спортом. А вот Евгений Еловиков назвал другую глобальную проблему поселка – отсутствие газа. В 10 километрах от райцентра его не могут дождаться несколько лет. Ну вот тут сейчас года идут, топор, и надо рубить, печку топить, а газ любому надо. У каждого дома кубометры дров. О голубом топливе здесь только мечтают. Как и о том, когда мусор начнут вывозить или убирать курортные территории, с которой район зарабатывает деньги в бюджет. Пока эти житейские проблемы в Ейском районе не решены. Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань-24, Ейский район. Мария Николаева, Игорь Хашубин, Кубань-24, Ейский район.